Новый подрядчик обязуется ликвидировать отставание от графика. Школу в новых восточных микрорайонах Нижневартовска продолжит возводить уже знакомая горожанам строительная фирма. Хорошими темпами идет и благоустройство двух городских бульваров. Ольга Даукшес продолжит тему. Готовность здания 30%. И это все, что успели сделать за 4 года подрядчики, возводившие первую очередь школу в новых кварталах Нижневартовска. Сегодня договор с нерадивой компанией уже расторгнут. Максимальная цена контракта на период проведения торгов составляла 780 миллионов рублей. В процессе торгов цена контракта упала на 197 миллионов. Максимальное падение 200 миллионов явилось основной причиной невыполнения подрядчикам своих контрактных обязательств. Были объявлены новые торги, их выиграла уже знакомая горожанам Нижневартовск «Стройдеталь». Строители уже зашли на объект. Видно, что с энтузиазмом. За 9 месяцев завод обязуется как завершить начатое на первом блоке, это корпус на 825 мест, пищеблок, библиотека, бассейн, спортивные залы, так и с нуля построить вторую очередь школы, рассчитанную еще на 900 учащихся. А пока дети этого микрорайона продолжают входить в образовательные учреждения в соседних районах. Мне приходится переходить три дороги в школу, чтобы идти. Далеко идти сколько по времени? Ну, примерно 20 минут. Также новая школа пока не обеспечена подъездными путями и зоной парковки. Жители устали выяснять, кому принадлежит бесхозная дорога по улице Романтиков, которая представляет из себя нагромождение разбитых бетонных плит. Смотрите, что у нас творится. Плиты, арматуры торчат. Все, ужас, что творится. Невозможно проехать. С 2011 года никто никаких мер не принимает. Кому не обращаемся. Все говорят, это не наша, это не наша, это не наша. То есть дорога никому не принадлежит. Пока денег на строительство этой дороги нет, но их ищут. Либо по окружной адресной инвестиционной программе, либо из средств федерального бюджета. Что касается многопрофильной окружной больницы, подрядчик заверил, что ликвидирует отставание от намеченного графика. Вторую очередь больничного комплекса планируют завершить к концу 2019 года. Где темпы действительно хорошие, так это в благоустройстве. В сентябре будет заасфальтирован финальный участок Рябинового бульвара. Ведется и индивидуальная точечная работа с заброшенными ветхими объектами. В основном в судебном порядке. Из проектов три новых спорткомплекса. В том числе обновленный ледовый дворец, зал единоборств и 5000-й игровой многофункциональный центр. Ольга Дакшис, Андрей Клиницкий, Вести Горя, Нижневартовск.